Подписан контракт на поставку из США в Польшу 486 комплектов оборудования для сборки пусковых установок М142 «Хаймарс» в рамках программы «Хомар-Эй» для польской армии. Министр обороны Польши Мариуш Блащек подписал соответствующий контракт и реализация проекта перешла в практическую плоскость. Надо заметить, что Польша старается максимально адаптировать любые новые системы вооружений к возможностям собственной промышленности. По словам министра, контракт будет реализован в течение 2025-2026 годов. Такой крупный проект по отдельной системе вооружений способен пройти такую большую дистанцию за невероятно короткий срок, потому что производителю компании Lockheed Martin надо выпустить только пусковые установки и часть оборудования, а шасси и окончательный монтаж системы остаются за польской стороной. В частности, в адаптированной версии «Хаймарс» будет использована польская система управления артиллерийским огнем «ТАПАЗ» и специально адаптированное шасси. Кроме того, производитель передаст польским партнерам технологии, необходимые для того, чтобы потенциал комплекса мог быть полностью раскрыт в этом варианте установки. Пока об этом известно немного, но учитывая опыт адаптации американских систем ПВО к условиям польской промышленности, скорее всего, речь идет в том числе о передаче технологий, необходимых для производства боеприпасов. Видимо, американские производители будут поставлять определенные комплекты систем для ракет, но все остальное будет производиться в Польше, в том числе сборка боеприпасов. Таким образом, артиллерийские системы будут обеспечены боеприпасами собственного производства. Насколько можно судить по тому, что будет передано из США в первой волне, речь идет о всей номенклатуре ракет, включая «Атак МС». Мариуш Блащик заявил о том, что после многочисленных обсуждений плана с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, сомнений в том, что польская сторона сможет обеспечить свою часть работ, не осталось. Именно в таком ключе крупный контракт может быть выполнен в настолько короткий срок. С учетом тех установок, которые были получены Польшей в соответствии с контрактом 2019 года, общее количество составит 500 единиц, из которых будет сформировано 28 дивизионов. Вот так вменяемое правительство реагирует на реальную угрозу, которая исходит от взбесившейся бензоколонки. У нас, Резникову, приписали получение ВСУ тех же Хаймарс в дар и представили так, будто он их купил за собственные нажитые непосильным трудом. Кстати, мы ждем, когда хоть какой-то из многочисленных правоохранительных органов притащит этого отставника к следователю для того, чтобы он рассказал, как не видел смысла увеличивать финансирование ВСУ за несколько дней до вторжения, рассказывал, что никаких ударных группировок в Белоруссии сформировано не было и почему министерство закупало огромную номенклатуру позиций для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше установленных производителем. Пока этого не произойдет, по умолчанию считаем, что все, кто стоял над ним в доле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова